В самом начале Так, здесь У нас очень интересная Ситуация А здесь, боюсь Даже не знаю В общем, нам в любом случае Нужно отправить, чем-то занять в хондрипер В первую очередь А дальше, значит, строить Потому что получится Это очень большой уровень Очень длинный Но, думаю, то, что хондрипер Нам тоже поможет как-нибудь здесь Так, главное начать Так, а логово у нас уже есть И хондрипер уже успел Там, значит, жить Отлично Значит, нам нужно построить Заодно и курятник Чтобы наш хондрипер не проголодался Случайно Вот, и он тут Значит Давайте построим побольше Раборатория Продолжение следует... Так, мы следовали мост, он нам, в принципе, несколько это что очень нужен, так, в общем-то мы можем открыть портал, вот, здесь две могилы стоят, вот эту дверь нам стоит закрыть, чтобы они никуда не убежали наши юниты, так, и построить тренировочную комнату, которая бы соединялась с жилищем. Денег у нас здесь будет достаточно много, самое главное это замочить синего, вот, и мы это, я думаю, успешно пройдем в скором времени. В общем-то мы можем к нему прорыться с вот этой вот стороны, можем создать импо, создать ускорение, и еще шлепнуть его для большей скорости, и после чего начать рыть золото. Таким образом мы с достаточно большой скоростью должны прорыться до синего, и тогда наш хрон рипер нам поможет. Вот. Значит денег у нас здесь вначале довольно ограниченное количество, поэтому нам желательно получить доступ к джеммсам. Для того, чтобы это сделать, соответственно, нужно замочить синего. Вот, и для этого мы к нему будем рыться. Так, вот, по всей видимости эффект заклинания скорость уничтожить. А, он оттучивается. Вот, но ничего страшного. Вот, значит... Конечно мы довольно много времени потратим на то, чтобы прорываться до туда, но тем не менее, я думаю, что мы успеем прорываться достаточно быстро, для того, чтобы нам мы могли достаточно с достаточно маленьким количеством проблем убить синего хранителя и, соответственно, завладить его джеммсами. Если мы завладим его джеммсами, то мы сможем очень быстро справиться с зелёным и прочими. Открывать дверь в... открывать дверь в проходе, просто открывать проход не самая лучшая идея, потому что там герои, там людишки, и это как бы не самая лучшая идея с ними связываться, потому что они довольно высоких уровней. Намного лучше сначала получить надёжный источник денег, а потом уже связываться со всеми остальными. Так, мы уже... на полпути. Так... И, значит, ещё... Скорость... Вселяемся обратно. Так, мы слушаем, как вражеские имплы роются. Вот, и мы туда запустим, соответственно, фронт рипера и уничтожим вражеское сердце подземелья. После чего... Мы начнём игру, собственно. Так, это-то я немножко не туда пошёл рыть. Так, они где-то здесь должны быть. Вот, после чего мы должны спустить хонд рипера и побежать в направлении сердца подземелья. Вон, сердце подземелья должно быть где-то здесь. Так... Можем, наверное, проигнорировать всех, кто здесь есть. И, конечно, от друга. Там. Я там ужас... Так... На боёте... Т�! Вон там... Так... Дjà... Продолжение следует... Справились с задачей... Так... Значит... Мы уничтожили вражеского хранителя... Значит, дадим хондриперу... Поделать то, что он хотел... И отправим его дальше... Исследовать... Потому что... Ну, а что ему еще делать? А, он должен быть занят... Обязательно... Потому что иначе он будет очень недоволен... Так... Значит, давайте построим здесь сокровищницу... И, собственно, надо уже захватывать... Вражеский портал... Ммм... Не только вражеский портал... Вообще вражеские здания... Ну, там... Наш хондрипер пока что... Потихонечку исследует новые технологии... А мы захватили... А... Синего... И теперь нам нужно... Обязательно... А... Пометить территорию... Как свою... Которая была занята этим... Хранителем... Давайте я этим займусь... Поскольку импы будут... До этого догадываться очень долго... Значит, мы захватим территорию... Построим здесь... Сокровищницу... И вообще... Эээ... Добычу... И после этого... Мы уже сможем... Что-нибудь более-менее... Серьезное делать... Вы... Которая. Уже была стыка... Можно также захватить... Уражеский портал... Впрочем, я бы не стал этого... Пока делать... Но ничего страшного в этом нет... К нам пришел Байлд Демон. Мы его отправим, конечно, тренироваться. Так, мы, значит, пометили, не только... сказали, что у нас будет тренировочная здесь, но и не построили ее. Ну, то, что как раз самое время это сделать. Построим тренировочную комнату. Сдадим жука обратно, который там ушел. Конечно, Байлд Демонов отправим тренироваться. Чем раньше, тем лучше. По большому счету можем создать намного больше импот сейчас. Значит, Демоны полные нам тоже особо не нужны. Тоже довольно слабые. Значит, мы можем создать намного больше импот сейчас. Поскольку у нас есть бесконечный источник золота. Тут факт, что мы сюда прорылись, это, конечно, очень плохо. Но, я думаю, то, что мы с этим справимся как-нибудь. Я не уверен, что Хондрипер умеет работать. Но нам нужна дверь. Давайте посмотрим, умеет ли Хондрипер это делать. Хондрипер работать не умеет, умеет только исследовать. Значит, будут Байл Демоны это делать и тролли. Нам нужна дверь, потому что через вот этот проход к нам кто-нибудь может прийти неожиданно. И нам нужно как можно быстрее с этой задачей справиться. Так. Что тут? бегут импы. отметим какую-нибудь работу, чтобы они могли делать. в общем, главное не допустить убегания импов вот сюда. Мы специально пошли в обход. вот. Вот. Потому что это плохо. Потому что им помогут начать, скажем, долбить дверь там или еще что-нибудь делать такое, что нам не нужно. так. У нас уже когда они сделают дверь. Интересно, вот они тут трудятся. Ну вот, сделали дверь и мы не закроем. После этого мы можем делать все, что хотим. мы уверены в том, что от нас никто не сбежит. И в том, что мы можем быть вообще во всем уверены. Теперь мы можем быть уверены. так, значит, я соберу золото здесь, которое осталось в тоннеле, которое мы рыли. Чтобы импы этим не занимались. Потому что импы уйдет на это очень много времени. собираем, собираем. Мы на самом деле разрыли таким способом очень немало количества денег. Очень немало количества золота. то есть ну это очень скажем такой действенный способ получения денег. Если вам не очень нужны, вы можете просто вселиться в импы и начать им добывать. мы добыли даже такое количество денег, которое не помещается в сокровищницу. Ну и все-таки давайте для приличия сначала все золото, которое все золото, которое у нас есть, мы добудем, а после этого будем переходить к добыче джемсов. Потому что джемсы добывают всегда намного медленнее, чем золото. Худрипер. Худрипер еще будет занят очень большое количество времени. К нам пришел дракон. Это очень хорошо. с нами разговаривает зеленый хранитель. Не зеленый хранитель, конечно. Нам не угроза. Вернее так, угроза, но не такая уж и большая. Мы не боимся. Потому что мы с вами пройдем все уровни без всяких проблем. не разговаривает не разговаривает В общем, хотел бы сказать то, что Ходдрипер вместе с некоторыми другими существами достаточно хорошо исследует. Значит, давайте не забудем избавиться от всех существ, которые нам не нужны. Отправить тренироваться всех тех существ, которые нам нужны, и наоборот. К нам пришел орк. Ага, мы не построили и не исследовали пока что камеру путок. Ну, когда мы это сделаем, мы сможем... Когда мы это сделаем, мы сможем привлечь еще и хозяйку. И, соответственно, как мы помним, из тролля темной хозяйки Байлдемона получается Ходдрипер. А Ходдриперы нам понадобятся, они очень серьезные воины. Так. Да, мы пока что еще не исследовали как следует все. Давайте отправим тренироваться драконов. Драконы очень сильные юниты. Когда достигают 10 уровня. И, конечно, это имеет смысл их тренировать. Но, с другой стороны, они очень много денег просят за свои услуги. Но у нас они будут. И есть сейчас тоже. Тут очень... Очень удобные для добычи джемсы. У этого хранителя есть только две стороны джемсов. А у нас три. На самом деле, здесь еще есть. Вот. И, соответственно, давайте все пометим для того, чтобы разжить. И добудем это все заботу. Так, эта сокровищница заполнена. Поэтому добыча не очень быстро приблигается. К сожалению. Ничего страшного. К нам новые юниты пришли. Это Warlock и... Вот этот Байлдемон. Байлдемона мы сейчас отправим. Тренировочную. Хондрип... Хондриппер вроде как не мешает наличии. Импов в библиотеке. Ну, в секс случае. Аккуратно поступим. Warlock по большей части бесполезны. Потому что они очень слабые. И... Если Warlock достиг хотя бы второго уровня, то находясь в библиотеке, он будет стрелять по импам, что очень... очень неприятное. Так, мы сделаем побольше. Библиотеку. Вот новое заклинание. Мало исследовано. Ну, в общем-то... Я даже не вижу смысла мешать тому хранителю что-либо делать. Просто потому, что... Ну, в общем... Это того не стоит. Мало-то тратится очень много сил. А при этом это... не слишком мешает хранителю другому. Поэтому... Я бы не стал там всяким молнией, там и прочее... колдовать пока... Пока мы его не победили. Можно посмотреть, что здесь происходит. Ну, в общем, юниты у него примерно такого же уровня, как у нас. Пауков... Морлоков я буду продолжить выкидывать. Так, наверное, наши драконы уже натренировались до достаточно высокого уровня, чтобы... была польза от их... от того, что они исследуют что-то. Построим еще чуть-чуть побольше... библиотеку. Чтобы там все помещились. Сокровищееся мы тоже расширим. Здесь. По нему румы спим бросать. Значит, новая комната наконец-то была исследована. Это пыточная. Ммм... Это пыточная... ну... Всего лишь, 9 000 золотых. Представляет пыточный... мы наверно можем отказаться от лишних байл демона первого уровня тролли тут тренируются идея эти тренировочных должна хватить на всех так увеличение размером библиотеки можно положительно сказаться на во всем собственно так сколько у нас демона нужно от одного избавиться все-таки один нам не нужен пяти рыб достаточно будет и пяти тролли нам тоже достаточно будет нужно чтобы к нам пришла темная хозяйка желательно не одна так мы исследовали храм давайте его построим ограничивая себя в размере храма имеет смысл но слишком большому тоже можно не строить не имеет тоже не имеет большого смысла так почти дары листов пришел тем временем давайте нас полно честно говоря нам столько орков впрочем орков нам ну да 25 существа это нормально при условии то что максимальное количество составляет для нас не знаю сколько а также мы исследовали а так начиная пришел одна хозяйка это очень хорошо можем прийти сразу в тренировочные а а но дракон ничего не делать значит также мы исследовали а кровь яд это кладбище и оно нам впоследствии очень пригодится а и 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 Так, мы также можем построить форпост. Так. Также можем построить форпост. Не знаю для чего, но в общем можем построить. Так, и нам сказали то, что логово слишком маленькое у существ. Давайте его расширим. Какое-то из зданий, я к сожалению не помню какое, но защищает... защищает существа от того, чтобы их... на чужую сторону переманили. Потому что вражеский хранитель будет этим пользоваться. Я к сожалению не помню что это, но... предположим что это бараки. Нам не устоит напоминать что... Ага, и мы все исследовали. Так, нам нужно срочно взять... нашего хондрипера и отправить в храм, чтобы он... не скучал. Угу. Так, вроде бы справились с этим. А, значит... Хозяйка. Ну, к сожалению, видимо мы сможем только одного хондрипера построить. Ну да ладно. Значит, над чем работают все семнадцать импов, мне не очень понятно. Ну, вот тоже не страшно. О, к нам пришло еще одна хозяйка. Это очень хорошо. А, нужно тоже отправить тренироваться. Вот хондрипер тут... нас радуется. Давайте сделаем поменьше. Вот здесь. Поаккуратней... храм, чтобы... не было вот так... такого вот... таких глюков. Как мы сейчас видели. Большое количество импов это всегда... хорошо. Ну, к сожалению, с зеленым очень тяжело будет... нам... бороться, но мы попробуем. Вот, и... значит, мы построим небольшую сокровищницу здесь... заодно. Ну, схема добычи джемсов... тоже очень простая. Мы строим небольшую сокровищницу... и большую сокровищницу рядом. Хондрипперы. Нежелательно, чтобы куда-то уходил. Их нужно всех хранить очень аккуратно в храме. И где-нибудь еще, чтобы они были заняты. Иначе... они будут очень... очень злые. О, ну... уже почти до страны. Мы строили сокровищницу. Мы строили сокровищницу. Так, ну и давайте отметим джемсы, чтобы добывали юбы. Ну, в общем-то, можно набрать там... три импы сюда. А... и остальные, наверное, сами все-таки придут. А эти импы здесь не нужны. Так, ну, здесь тоже можно поставить какую-нибудь... лингородочку. Этих импов можно сюда направить. Payday составляет у нас 19000. В общем-то, не так уж мало, но и не так уж и много. Ну и... Я не уверен, что на этой карте есть хондрипперы. Ну, можно попробовать, например, хондрипперов... а... отправить... в scavenger room. Эта комната, в которой... в которую вы опускаете существ, и они... пытаются переманить... существ... на карте... такого же вида, как... вы опустили... но только... к нам. Имеется в виду к себе. Конечно же. Вот, и, например, присутствие вампиров... увеличивает шанс призвать кого-нибудь... на 50%. Я не уверен, что здесь есть... хотя бы один хондриппер на карте. Так что, скорее всего, он ничего не будет делать, но... можно проверить хотя бы. Ну, вроде как, он даже денег не потребляет, поэтому... скорее всего... то, что он делает, абсолютно не бесполезно. Поэтому можно отправить его дальше, обратно в храм. Ну, тренировочная даже на... небольшую часть не... не задействована. Так, руби-хозяйки... у нас тренируются. Ну, и давайте... для интереса... сделаем... еще импы и посмотрим, что у нас тут есть. Так... Я не уверен, что здесь кто-то гуляет... просто так... но это возможно. Я не знаю, что здесь нет... Но это никого нет. Мне кажется, долгить дверь не надо. А, неизвестно будет неизвестно... им это делать так очень интересно то что направлять на храм ну в общем будет тренировать и это дракона у нас отдыхает какой причине нужно чтобы все тренировались конечно же так в яд мы строить не будем потому что на самом деле здесь есть так еще интересно то что заклинание для переноса существа на следующий уровень по-моему находится вот здесь может быть и нет в общем что то здесь находится к сожалению не уверен что это такое Я не думаю, что это будет моим мнением, депутат. поесть сначала так развлекаем хан дри пера после чего кучка героев первого уровня представляет никакой опасности вообще что фонд рипер любит воевать поэтому почему бы не ну вот значит фонд рипера успешно порадовался у нас соответственно можете запустить уже к примеру импу можем также построить гриви от здесь кладбище чтобы сюда им быстренько отнесли тела и у нас может получиться имп таким образом денег у нас больше чем достаточно для этого не знаю но лучше чтобы пока тела есть что вы выход несли можно создать еще чтобы эти импульты занимались тем чтобы относили тела тоже в общем то вариант тоже должны участвовать в работе так значит какого уровня у нас хозяйки этого шестого в общем нам нужно у нас вампир появился мы его сразу отправим тренироваться это очень хорошо что у нас появился довольно сильный монстр в общем скажем так мы самых сильных даже героев сможем победить сочи в общем то есть в общем то есть что у нас тут есть честно говоря не уверяем там помо как это ловушки есть сейчас одна и узнаем в общем большая вероятность и 10 какие то ловушки ну зачем ваша вероятность и 10 какие то ловушки передадим ускорение нашему чтобы он не скучал ну трясы кричи есть восстановить существо из мертвых здесь уже более высокого уровня находятся герои в общем то у нас тоже не сильно волнует все таки если не изменяет память здесь будет какой то какая то ловушка здесь будет может и не будет в общем мы нашли трансфер кричер это собственно то что мы искали даже будет это сам по себе к нам зеленый хранитель не придет поэтому соответственно ничего ну и у нас еще и следуем мы получили вампира а поэтому мы можем через некоторое время отправить его в сквенчеру в эту комнату чтобы он помогал привлекать монстров из чужого зеленого подземелья так же мы можем здесь разрыть небольшую смысле не то что разрыть построить небольшую загровищницу и разрыть золото есть то чтобы она нам очень нужно но просто чтобы она нам не мешала здесь вот у нас имп несет трансфер кричер кого мы передадим на следующий уровень тоже вполне понятно вот ну пока что естественно это делать не будем чтобы хондрипер у нас остался а почему то вражеский хранитель хочет атаковать наше наше пыточное наше пыточное в принципе это конечно не удивительно но все равно ну ну здесь поставим небольшую тюрьму можно даже расширить немножко вот и через небольшое количество времени пойдем атаковать дальше героев вот вот направится направиться в войска на нашу тюрьму или же на пыточную потому что мы можем захватить каких-нибудь существ и начать их пытать и соответственно с некоторой вероятностью они либо перейдут к нам либо же я не поделюсь какой-то информацией либо и то и другое вот ну ну в принципе мы можем сейчас разлить в этом месте золото и отправить хондрипера помогать им вот хондрипер будет очень рад подрасту скиднуть в любом случае вот поэтому мы ничего не теряем что мы получаем много тел для того чтобы еще у нас вампиры являлись я честно говоря не уверен насчет того это все это же не все а скорее всего не все вот в общем у хондрипера даже еще один лепесток не отнялся ну вот значит импл мы еще все немножко тела относить возьмем м а посмотрим по уровню вас вампир уже с вами пир уже этого уровня весьма и весьма неплохо денег у нас сейчас больше чем достаточно поэтому можете позволить делать вообще все что хотим по сути хозяйка уровня уровня строили интересно тролли у нас седьмого уровня куда нормально хотя уровень троллей меньше всего уровень получившихся хондри пера не так важно у нас по идее должен еще один лапир появится в скором теперь же добудем золото чтобы мешал бывает имп золото как-то не очень охотно вернее так добывает рога цены камни не очень охотно но принципе их можно понять потому что я не уже давным-давно заполнили высоко рарушинство вот орки достигает 10 уровня они идут сами на стражевые посты могли наблюдать сами собственно этот факт а можно да там я построил стражевый пост на всех случаев так ну и давайте здесь разравим здесь по моему просто нам достанется бесплатно вампир и на этом все причем вампир достанется не один а много вампиров вампиров сейчас возьмем какого нибудь тюрьма варим его рыть и сами раздоровим что в этом процессе будет происходить чуть-чуть быстрее если вы помните с ускорением а им поработать нам надо быстрее конечно же но в общем то это не так страшно вот к нам пришли еще три вампира можно их тоже натренировать благо у нас есть и деньги и все есть условия для того чтобы это сделать на этом уровне по крайней мере на этом уровне по крайней мере ну и еще кусочек еще кусочек кладбища захватили и добудем оставшиеся часть золота и после того как мы это сделаем мы уже будем думать о том чтобы идти на большого зеленого хранителя ну и здесь тоже по моему можно куда-то прорыть здесь тоже что-то будет не помню честно говоря что но сейчас узнаем что кресле что то есть потому что такой большой кусок на карте не бывает заполнен пустотой как правило то есть ну конечно бывает но это очень редко если не так то есть здесь у нас что то есть очень даже между прочим не бесполезно приобретение кресле мы даже можем прямо сейчас и использовать но нам очень пригодится так давайте посмотрим какого уровня 10 уровня да это очень хорошо так давайте подумаем что еще здесь может быть скорее всего ничего но я в этом все таки не до конца уверя давайте разрывим здесь разрывим здесь чтобы было довольно четко и понятно что здесь ничего не нет вот естественно им к должны в скором времени приближать и все сделать ну разбавил демоны еще пока что не все 10 уровня даже более того самый высокого уровня байл демон у нас 9 уровня подождем пока будет 10 и тогда пойдем в атаку на нашего врага заодно посмотреть заодно посмотреть уровне у него существует скорее всего тоже 10 но у него зато меньше юнитов у него всего 15 юнитов а у нас 34 в общем как то него далеко не все юниты максимального уровня так что я думаю то что у нас все будет хорошо то чтобы захватить вражескую стену нужно ее окружить своими ячейками со всех сторон ну и после того как мы убьем зеленого нам еще останется расправиться с героями так давайте построим храм уже на этот раз такого размера который нам нужен ну и так давайте сохранимся ммм и спасли на какого у нас уровня все мы создадим двух хондриперов 10 так только их нужно опускать в правильном порядке на самом деле в произвольном порядке их опускать нельзя поэтому нужно сначала в общем их нужно отдельно опускать конечно же 150 уровня получился ну и еще одного так немножко промахнулся ничего страшного вот еще инхондрипер в общем я думаю после этого можно сохраниться они оба создали себе жилища можно их теперь аккуратненько опустить в храм чтобы они не скучали давайте еще раз сохранимся пойдем в атаку на нашего врага так ну я предлагаю очень просто и и говорим им атаковать потом берем всех остальных а значит это фондриперы конечно же а это драконы ну в принципе не так важно что там происходит а и и вампиров ну вот значит зачастую зачастую враг применяет заклинание заклинание заражение так значит нам нужно аккуратненько здесь здесь очень аккуратненько потому что здесь все ловушки здесь нужно очень аккуратно давайте заберем основную часть а а здесь даже нет героев ну отлично значит здесь нет героев здесь все хорошо давайте самый главный хондрипер у нас храним здесь а и все и отпустим пусть они идут куда хотят ну нужно исследовать для приличия подземелья зеленого узнать что у него было да тут еще один вампир понятное дело можно даже не один давайте посмотрим что у него было мне уже как пока что ничего не вижу такого особенного но захвачен портал что я не уверен то что есть какой-то смысл в том чтобы ждать пока все закончится можно передать в любом случае существу на следующий уровень конечно будет хондрипер десятого уровня не уверен может быть на этом уровне есть возможность есть возможность найти и какой-то спрятанный уровень да вампиров нас будет предостаточно по понятным причинам у м 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 Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...